В России сообщили очень плохую новость. Росавиация приостановила с 6 марта все международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов России за рубежом. Рекомендация касается авиакомпаний, имеющих зарегистрированный в реестрах других государств воздушные суда в рамках договора о лезинге с иностранной организацией, сказано в сообщении ведомства. Таким авиакомпаниям рекомендовано с нуля часов по московскому времени 6 марта приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за рубеж. С полуночи 8 марта российским авиакомпаниям следует временно прекратить перевозки из-за рубежа в России, говорится в сообщении. Данная рекомендация, вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом, заявили в ведомстве. Иностранными государствами, участниками санкционных мероприятий, помимо ограничения использования воздушного пространства, вводятся дополнительные ограничения, которые выражаются в арестах или задержаниях воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных в иностранных государствах и принадлежащих иностранным лизингодателям, пояснили в Росавиации. Ограничения не затрагивают авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации, и отсутствуют риски их ареста или задержания. Также они не затрагивают иностранные авиакомпании и стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с Россией. Почти вся гражданская авиатехника в парках российских авиакомпаний зарегистрирована за рубежом, в основном, на Бермудских островах. Самолеты российского производства, в том числе Супержит-100, и до санкций летали в основном внутри РФ. Полеты внутри территории РФ отечественных авиакомпаний продолжаются без ограничений, отметили в Росавиации. Ранее в субботу стало известно, что авиакомпания «Уральские авиалинии» с 5 по 13 марта будет осуществлять только вывозные рейсы из Египта, с 14 марта полетная программа в Египет будет отменена как минимум до 20 мая. Кроме того, перевозчик до 26 марта не будет выполнять полеты в Армению, Азербайджан, Израиль и ООЭ. Ранее авиакомпания S7 Airlines объявила, что с 5 марта вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям.